Модуль электросцепления Когда я приехал, ты сказал ничего серьезного. Я специально уточнил. Ну, значит, ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокий хачевник крутится у границы. Ха, я терпеливый, но не настолько. Мы что, весь день так будем стоять? Ха, я терпеливый. Но не настолько. И отдам, сколько договаривались. Не больше. За столько можешь брать инструмент и чинить сам. Я дам, сколько договаривались. Не больше. За столько можешь брать инструмент и чинить сам. Окей, отойди. Что? Ты хоть знаешь, что делать? Хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Твоего мнения не спрашивали. Ладно. Проверим, что получилось. Ну, а я что тебе говорил? Нет, нет. Неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? До Найт-Сити доеду, а там уж что-нибудь придумаю. Ну, да. Ну, вот. Как два пальца. Это не ремонт, а халтура какая-то. Ты бы еще на жвачку все прилепил. Мне главное, чтобы работало. Мы что, весь день так будем стоять? Ну, вот. Как два пальца. Это не ремонт, а халтура какая-то. Ты бы еще на жвачку все прилепил. Мне главное, чтобы работало. Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не услышишь. Да что ты говоришь? Здорово, Мэй. Не знал, что у тебя клиент. Он тут пару часов как. Я думал, думал, он к тебе заезжал. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Тебе не говорили, что в городе первым дизайнером оказаться шерифу? Рассказать, зачем приехал? Выпить с ним чашечку кофе? Я с кем разговариваю? Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Меня зовут Эндрю Джонс. Слышал, наверное? В последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сюгунов? Кажется, мы не поладим, да? Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться. Что, испугался, что ли? Я с кем разговариваю? 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 Что-ли? Починю машину и исчезну. Мне тут ловить нечего. Твоя правда, нечего. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь один. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась, поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда. Я по дороге видел передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Я же сказал, мне проблемы не нужны. Ну так и езжай отсюда, если не хочешь их найти. Валерий Курас ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЕЕ ТЕЛЕФОИТЬ, ТЕВ вести, ТЕБЕЕD Baby Твой брат, сестра или хотя бы двоюродноплемянник. Да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. А, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Наш товар. Ну, давай загружать. А уэго. Я уж думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, редкостный мудилы. Да уж. Тяжелый, сука. Ну так что, едем? А документы на этот ящик есть? Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Слушай, друг. Мы оба профессионалы. Мы что, заблудились? Скажи-ка, ты же это, раньше перевозил контрабанду? А ты что, нервничаешь? Нет? Ха. Эх, порфавор. Ну, может немного. Почти у заставы. Что делаем? Ничего. Нас просканируют и проверят бумаги. Окей. Говорить буду я. Говорить буду я. Что делаем? Говорить буду я. Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Чингада Мадре. Что теперь? Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? Да. Из головы вылетело. Ага, вылетело, конечно. Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Пройдите в здание таможни безотлагательно. При попытке пересечения границы. Открываем огонь. Если есть оружие, положите его сюда. Если есть оружие, положите его сюда. Зайдите в комнату номер два. Комната. Садитесь. Бумаги. Я знаю правила. Тут все есть. Может, есть. А может, и нет. Посмотрим. Хм. Что перевозите? Там все есть. Прямо все? А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? У меня нет клана. Я работаю на себя. Смело. И не слишком умно. Честное слово. Смотрю на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Понимаю. Взаимно. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Не забудьте забрать свои личные вещи. Осторожнее с этой штукой. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити – это рай какой-то. Ну, а как иначе? Они молодые, наивные. Ну, как все прошло? Ну, как все прошло? Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Ну, говори уже, чего там у вас было? Рули, Джеки. Просто рули. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится? Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки. Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину. Блять. Взлетитkan. Взлетит. Взлетит. Субтитры создавал DimaTorzok Полный газ! Мы их скинем! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мерда! Пронесла! Мы оторвались! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть за жопу не взяли. Перевезли груз, называется. Чингадо! Все должно было пройти гладко! Без проблем! Если ты считаешь, что это моя вина, так и скажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не рискай! Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий! Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что дальше? Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть или доведешь дело до конца? Ах, честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долг. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Открывай. Твою мать. Тут написано Аросака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Ну, мамось. Игуана. С малых антильских, наверное. С каких еще антильских? Передачу видел. Этот вид вымер 30 лет назад. Он водился на малых антильских островах. Далеко же тебя увезли, хвостатая моя. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Но хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже и имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? Да если б я знал. Последние годы я провел в разъездах между штатами со своим кочевым кланом. Так, наверное, они будут тебя ждать? Не будут. Мы решили разбежаться навсегда. Должно быть тяжко, когда не к кому вернуться. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в Найт-Сити. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягода. Я бы поработал с тобой еще. Напарник. Эй! О, какая она ласковая. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли. Мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити, как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает, закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бо-Абоа. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей линии люди не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Давай. Хуже не будет. Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выжимать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Мы в Мелитехе. Мелитех шифрует все через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля. Пошел, пошел, пошел! Сейчас ты выложишься на этом фашистском про... Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Я знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? До сих пор. До сих пор! До сих пор! Ничего сложного! До сих пор! До сих пор! Что ж, неплохо, но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Что ты стоишь? Беги в укрытие. Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...